Всем привет! С вами Клуб Мастерс Алексей Шредер, моя ученица Лена. Сегодня 3 декабря? 3 декабря сегодня. У нас вроде все неплохо по тренировочному процессу, хорошие результаты. И мы вот решили к концу года, в конце декабря, попробовать сделать так, чтобы Лена у нас в зале сдала на КМС по пауэрлифтингу. Лена, ты где там? Получится, не получится, что ты скажешь? Будешь стараться. Будешь стараться, я понял. Сколько процентов даешь, чтобы должно получиться? Сколько процентов? Да. 80. 80 процентов, молодец. Я думал, сейчас начнем искать от Муазы, как это Шредер любит делать. 80 процентов, это четкая цифра, но я даю 93 процента. В общем, вес какой у тебя, Лена, сейчас? 54? Да. 54 кг, ну, весовая категория 56 кг, как бы есть еще запас. Сумма, которая нужна на бездопинговую федерацию, без экипировки, конечно. Лена даже без наколенников будет приседать в жимах, без мостов. Становые тяги без чикерской сумохи. Ну, в общем, у нее все будет по чесноку, как положено, качочком, а не пауэрлипсером. Мы же качизмом занимаемся, да, а не пауэрлипсингом. Ну, а пауэрлипсинг там, КМС, это как бы, ну, вдобавок, в плюс. Тебе надо это, КМС? Да. Надо? Я думал, скажем, айтишницу, что не надо, что главное карьера и все такое, пойти. Ну, хорошо, молодец. Тогда постараемся, я в том числе буду стараться. Пока Лена разминается, я скажу вот что. Сумма 250 кг ей нужна на КМС. Предварительно по упражнениям, ну, как я прикидываю, жим лежа 50, паузой, конечно же. Приседание 95, сценовая тяга 105 в классике. Ну, и того, получается, 250 кмс попробуем сделать к концу месяца. А сегодня посмотрим предварительно, нет, на один повтор мы делать не будем, просто покажем вам целые результаты, которые есть на сегодня, на 3 декабря. И у нас есть что-то около 4 недель, чуть-чуть меньше, чтобы ждать на КМС. Погнали? Дальше. Так, друзья, Лена на старте, вес 42,5 кг. Жмем без всяких мостов. И, как думаете, к концу месяца пожмет ли Лена 50 на раз с паузой? Сейчас жмем без пауз, следующий подход с ракет, будем с паузами жать. И, как думаете, к концу месяца пожмет ли Лена 50 на раз с паузой? И, как думаете, к концу месяца пожмет ли Лена 50 на раз с паузой? Это был рекорд, 42,5 кг. Друзья, присед на штанге 75 кг, Лена будет приседать так называемой жопой в пол. Ну, конечно, когда мы будем там сдавать зачет, она не будет приседать жопой в пол. Почему мы сейчас так делаем? Ну, потому что для девочек это классное движение. Ягодицы мы развиваем. Мы же, прежде всего, занимаемся качизмом. Все девочки хотят ягодицы качать. Мы не пауэрлифтеры, ни я, ни Лена. Так просто получается. Итак, сейчас будет 75. И, Лена, как ты расцениваешь свою генетику? Очко. Ноль? Ноль. Ну, в принципе, я согласен. Смотрите. Даю запястье. Вот, видите, какие ручки? Ну, что это за ручки? Дельные. Что это за дрищ? Вот такой дрищ. Лена, когда пришла ко мне 2,5 года назад, я помню, как мы с ней работали в приседе, грифы были, ну, такие, знаете, маленькие штанги, которые 10, 12,5, 15, 17,5 килограммов. Такие маленькие. Смотрите, на банке делают. Да, на битву такое делают. Лена приседала, жала такие маленькие грифы, помнишь? Забыла. Я думал, ты уже забыла. А сейчас вот оно что, 75, жопой в пол при собственном весе. 54 килограмма. Вот с такой генетикой. Характер. Скажет, я придираюсь. Нет, это все характер. Лена, молодец. Практически, ну, без генетики. Знаете, бывают девушки такие, как бы уже подобные, коренастые. У них талия пошире, у них, ну, они такие сбитые. Вот у них есть талант по рейсингу. Ну, а Лена такая худышечка. Слушай, может, здесь просто тренерский талант? Ой, ну, блин, нет. Это точно. Ладно, бросаем трещать. 75 кг, задом в пол. Так, 75 кг, задом в пол мы делаем. Раз. Давай, давай. Два. Три. Давай, давай. Четыре. В прошлый раз был рекорд 75 на 5, кстати. Но именно в такой глубокой манере. Давай, 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 давай. Пять. Есть пять. И это еще был не отказ. Норм. Молодец. Да, е-мое. И неси-ка дневник, поставьте две пятерки. Так, у нас сейчас второй рабочий подход с паузами. 40 кг мы жмем. Здесь у нас два подхода, а везде в остальных упражнениях один только рабочий подход. Здесь два, чтобы сразу же отрабатывать и без паузы. С паузами. Погнали. Погнали. 40 на 5 с половиной. В конце тоже рекорд. В прошлый раз было 4. Моща. Ну что, друзья, третье упражнение нашей базовой пауэрлифтерской тройки становая тяга. Здесь у нас десяточка зеленая, еще две десятки и пятерочка. 90 килограммов. Вот. Наша маленькая девочка Лена, которая весит 54 кило, будет сейчас поднимать 90 кило, не на один повтор, а на несколько. Ну, не знаю, 90 на 5. Это реально очень много для девочки с такой генетикой. Я даже не верил, что смогу ее довести до такого результата. Ну, на зачете пауэрлифтинга, я прикинул, ей нужно будет поднять 105 на один раз. Вот. Я думаю, что это будет там с нарушением удержания спины, небольшим. Ну, как бы, ничего страшного. разок поднимем, зато будет КМС. Или страшно? Не страшно. Лена не боится. На 90 даже вот тоже может чуть-чуть спинку там пригибает. Ну, ну, это фигня на самом деле. Мы не работаем по каким-то там схемам периодизации или объемы в процентах, что-то высчитываем по 5 подходов и так далее. Что мы делаем? Раз в 5-6 дней у нас силовая трения, где есть основное базовое движение. И в каждом базовом движении разминочные подходы и один рабочий подход. До отказа, либо близких отказов. Потому что, я напомню, подросткам, девушкам такие упражнения, как присед, встановые, лучше делать не до отказа, а почти до отказа. Ну, недалеко. И вот мы делаем по одному такому подходу раз в 5-6 дней. По одному золотому подходу. Они так называются. И все. В то время, как все почему-то считают, что там процентовки, эти как, периодизации. Ну, смотрите сами. Мы тренируемся так, по моей схеме. И вот, вот такие у нас результаты. Мне кажется, очень неслабая. Лена, как тебе такой результат? Сила. Сила, говорит. Я тоже так считаю. Ну что, сейчас потаскаем 90. А потом еще в качестве бонуса подтягиваем. Итак, друзья, 90 килограммов. Классика. Раз. Два. Три. Блин, очень уверенно. Отлично. Четыре. Пять. Очень четко. 90 на 5. 105 будет на изи. Тем более, у нас еще месяц есть. И, кстати, почему мы делаем именно классикой, а не сумохой. Сумохой мы вначале тоже пробовали. Это шло легче, чем классика. Ну, понятно. Там амплитуда короткая. Но просто Лена сказала, а как мне лучше, чтобы бицепс бедра был хороший. Покажи бицепс бедра. Я говорю, Лена, классика сделает бицепс бедра гораздо лучше. И Лена говорит, давай классика все время. Я говорю, давай. То есть мы прежде всего качочки, а не пауэрлифтеры. Ну и тем более все-таки сумо это читерство. А классика это классика. От слова класс. Да, Лена? Да. Отлично. Молодец. Я вот даже думаю, ты 110 затащишь, когда надо будет. А подождите, куда ты летишь? Я в тебя верю, дружочек. Я тоже в тебя верю. Так, друзья, бонус к пауэрлифтингу. Лена сейчас будет подтягиваться внутренним хватом. Полтора года ты примерно училась подтянуться один раз, да? И с тех пор мы довели повторы до рекорд какой? 11? Ну так часто бывает, там пауэрлифтеры имеют хорошие результаты, а подтягиваться не очень умеют. У нас слабых мест нет, правда, Лена? Да. Поэтому мы делаем также и подтягивания. Опа. Заряжаем. Раз. Два. Три. Подтягиваемся высоко. Четыре. Пять. И чисто, без дерганий. Шесть. Полную амплитуду. Семь. Восемь. Девять. Давай, Лена, десяточка, классика жанра. Десять. Хорошо. Десять хватит. Норм. Поддерживаем результат. Молодец. Соня wins. Нет. Тренировка подошла к концу, пора прощаться. Да, Лена? В следующий раз мы увидимся уже около нового года, когда Лена... Что, думаешь, не доживешь? С такими тренировками точно не доживешь. Шредер ее сломает. Обязательно об этом напишите. Как вы писали год назад и полтора года назад. В общем, Лена будет давать зачет у меня здесь. КМС, напомню, в ее категории 250 килограммов сумма. Приблизительно, по нашим подсчетам, по движениям, жим 50. Присед 95, становая 105 килограммов. Что касается каких-то соревнований официальных, пауэрлифтерских... Ну, как-то... Ну, я не знаю. Мне лично все равно. Я никого никуда не собираюсь гнать. И Лену не собираюсь гнать. Если вдруг она однажды захочет и скажет... Леха, давай сходим на соревнования. Я с ней схожу. Конечно. Ну, а так, ну, как бы нам-то все равно, поймите. Мы качочки, физкультурники. Да, и завис на этом моменте. Да, мы физкультурники. Занимаемся для здоровья, фигуры. И для того, чтобы быть сильными и выносливыми. А там уж как получается. Ну, КМС-то КМС. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!